все не здесь работаем у нас в наших краях камаз стоит груженого нас щебнем вечером сегодня после смены отвезу до сих пор сосульки щебень со склада был мокрый тяжелый вот сейчас заправлю экскаватор масло все также течет у нас причем так прилично как прилично заправляют 34 смены подливая вот что она сейчас заправимся масло проверим и поедем на ландшафтные работы дачу-то экскаватор ужасно завелся сейчас второй запуск короче ночью был минус не знаю сколько 4 вода у меня значит фильтре надо после сегодняшней смены приехать ее слить по любому вообще уже у меня того будет час понедельник сегодня воскресенье да кстати воскресенье приходится мне иногда работать потому что очень много заказчиков которые любят работать именно в выходные почему-то и воскресенье то есть их даже не парит то что мы следующий день на работу и как бы хотя у нас тут коронавирус и большинство народ не работает поэтому как-то так ладно управляем так ну что мы ходили с заказчиком обсудили что мы будем делать фонд работ у нас сейчас задачи подвести землю плодородную которую я привозил где бы вместо где будет потом перебрать камешки альпийская горка потом перебрать камни вот эти вот с них будет альпийская горка вот земля которую я привозил потом я сделаю выборку яму под эти камешки и там мы их будем потихонечку укладывать сейчас земли подсыплю и начну уже делать выборку а а а а Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лишний грунт я отвожу в яму, чтобы ее немного заузить. Сейчас развернусь задним башом, сбоку встану и буду перекидывать. На одну сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выборку мы сделали. Сейчас навезу этот грунт в яму. Я его разровняю. И уже приступим к камням. Так, что мы сейчас будем приступать к укладыванию камней. Сейчас возьмем немного пескогрунт. Отцепим снизу. Вот. Работаю, кстати, сегодня только на заднем приводе. Пока вроде нормально. Нигде ничего не буксуют. Даже берет ковш. Зачерпывает. Ну так, подбуксовывает, конечно, но не сильно. Сейчас здесь обмаясь себя. Мягенькое все. И скользкое. Потому что глина. Ну что, мы приступаем к так называемой Альпийской горке. Сейчас я выпочу маленькие камни. Доберусь до больших. И начнем с большого камня. С самого предащего. Туда, наверное, в переднем. Ковшем волоком. И уже будем непосредственно вокруг него строить что-то. Пока не зная что. Увидим. Штамы тут уже выложили из камней. Приблизительно горку. Сейчас внизу грунт. Будем их обсыпать. Потом уже сверху еще платье камни. Ну что, у нас погода в Неславской коллективе. Получается все красиво. Получается все так себе. По моему мнению. Вот. Все размякло, все расписываю. Я все расписываю. Пожалуйста. Вот, Альпийскую горочку сделали. Ну, типа, осталось там землю. Между камнями раскидать. Уже вручную распланировать. И, в принципе, будет красота. Не знаю, может быть, к этому моменту я даже в следующий раз приеду, и она уже будет готова. Потому что завтра мы уже здесь не будем работать точно. Потому что здесь невозможно. Сейчас землю растаскиваю. По участку. Там за собой следы ровнее. В принципе, все на сегодня. Как раз смену вроде как укладывались. Но когда я приехал с утра, экскаватор ездил. Чуть-чуть следы оставлял. Прям вообще копилюшечку. А вот сейчас все под конец смены. Здесь просто по 15 см сме. Клея от колеса. Луминой. Глина. Глина и вода. Они не дружат. Вообще никак. Поэтому. По возможности избавляйтесь от клины. Чтобы не было такого повода на вашем участке. Понятно, что это дополнительный бюджет. Это надо взять машину. Скаватор. Продеть, снять, вывезти. Валерий, мне кайфово, когда ты в любое время года выходишь. В любое обуви. Ты можешь пройтись по своему участку. Она никогда у тебя по колено. Только в резиновых сапогах ходить. Ладно, сейчас насыпаю. И посмотрим. Может что-нибудь останется еще. Все время останется. Может быть что-нибудь еще поделаем. Посмотрим. Да, земелька, кстати, моя. Которую я привозил когда. Зимой. Очень крутая. Вот это прям первая партия. Но она у меня тоже на базе есть. Прям максимально качественная. Прям с ней приятно работать. Чистая прям. Вообще. Чистая. Доста плодородная. Никаких сомнений вообще нет. То, что нужно. Для огорода. Не всегда такая земля бывает, если честно. То есть у каждой земли есть и соответствующий ценник. То есть если мы везем хорошую. Если у нас высокий ценник, значит мы везем всегда хорошую землю. Если у нас ценник низкий. То есть соответствующее качество земли. Либо в котором я просто не убью. Потому что не всегда бывает. Получается. Брать в местах, где можно приехать, посмотреть, выбрать. Потом можно заплатить. Есть в местах, где приезжаешь. Километров 80. Едешь туда. Приезжаешь. Там говно какое-нибудь лежит. Извиняюсь за выражение. Это тебе либо брать. Как-то договариваться с заказчиком. Либо ехать обратно домой. Эти 80 километров бесплатно. То есть только так. Но, к сожалению, по закону путности, как обычно, хорошую землю продают дольше всего. Вот реально. Что в том году у меня было. Я ее навез. По 300. И она у меня лежала до конца сезона. Никому не нужно было. А потом все отвез. И всем нужна была земля сразу, что им понадобилось. А возил я потом вообще. Ну такое. Среднего качества. Не очень, так скажем. А это прям кайфовое, кайфовое. Дождь, конечно, шпарит. Он канал. Я немножечко подскузил. Где-то больше, чем половина. Получилось. Вместе с этим. Ну да, почти половина. Там, по идее, еще можно было бы подснять глину. Сюда и вывезти. Так же под... Служить канаву. И под забор. Немножечко подкинуть. Ну, а у меня смена заканчивается. Сейчас немного подровняю и все. Так, ну, смена закончилась. Но подошел сосед и попросил выкручивать пару дней. Сейчас пойду, посмотрю, что там за пеньки. Может быть, смогу, может, не смогу. Сейчас увидим. Так, ну, ребята, вы сами видели там. От мне это название. На самом деле, ладненько. Спасибо за просмотр. Все, всем пока.